Сейчас, мне кажется, на сегодняшнем этапе она максимально актуальна, и как раз с ней бы я бы, наверное, и хотела бы раскрыть некоторые моменты своего видения, конечно же. А согласитесь вы с этим или нет, но это будет уже, наверное, ваше видение. И она будет, безусловно, абсолютно верная в вашей картине мира. И пока собираются, я, наверное, все-таки еще хочу сказать, у меня здесь вопросы появляются. Что такое марафон в 90 дней? Чем отличается онлайн-марафон от ретрита? И какие плюшки кто получит? Но давайте я, наверное, еще расскажу. То, что касаемо марафона, который у нас сейчас проходит, ну, большую часть, 90%, наверное, сейчас проходит у нас в Телеграме, потому что с Инстаграмом немножечко непонятная ситуация, да? Вот, поэтому решили его в Телеграме провести. В Телеграме проходит марафон в 90 дней. Ну, это минимум 90 дней. Это для ребят, чтобы они очень хорошо чувствовали своих единомышленников, те, кто идет с ними в ногу. И даже если они срываются, как они считают, если они отступили от своих каких-то задуманных, нарисованных, обозначенных моментов, то их в любом случае и поддержат, и, что самое главное, не поддержат слабости, а именно расскажут, почему, направят их на тот, наверное, на ту зацепку, почему они так это сделали. То есть, чтобы человек максимально начал раскручивать себя. Вот что такое единомышленники. Единомышленники – это не которые начинают вам говорить, ой, какой ты хороший, даже если думают, что, фу, какая ты ерунда полная. Нет. Единомышленники – это которые у вас единое мышление. Когда вы хотите дойти до истины, до истины дойти совместно, либо единолично. Единолично – это очень тяжеловато, так скажем, идти. А когда вы идёте в потоке, если вы идёте со своими единомышленниками, это проходится намного проще, намного легче. И, конечно же, намного интереснее. Поэтому мы сделали вот этот, вот я сделала вот этот вот закрытый клуб. В 90 дней мы сейчас идём, но я думаю, что мы после 90 дней не остановимся, пойдём дальше, потому что ребята подключаются, всё, с каждым днём всё больше. И результаты мы видим в нашем клубе, который в абсолютно открытом чате. Абсолютно открытый чат – это школа автономии, тоже в Телеграме, которая у нас есть. И там как раз видно, как у нас меняются ребята. А меняются, конечно, вообще кардинально. Это что касается школы автономии, это что касается закрытого клуба. А что касается онлайн-марафона, который пройдёт 26 числа, это для тех, кто уже готов более глубоко себя познавать, себя узнавать, кто готов через «не хочу» встретиться с самим собой. Это достаточно сложно. И почему это онлайн? Потому что не все могут присутствовать лично, не все могут приехать, не все могут вживую пообщаться. И именно вот этот онлайн, он позволяет раскрыть максимум, поднять вот эти все закапсулированные наши страхи, наши задачи и раскрыть их, раскрыть и взглянуть с той стороны, с которой вы даже никогда не думали, что это вообще можно сделать. Чем ещё удобен этот онлайн-марафон, который начнётся 26 числа, это тем, что он будет в записи, каждый день будет в записи. Если вы по каким-то причинам не смогли присутствовать, вы можете его переслушать в записи и на следующий день задать свои вопросы, которые у вас всплыли, которые вы поняли, что да, я готов раскрыть вот этот аспект своей жизни. И это клёво. И мы тогда его прорабатываем. Что касается ретрита, ретрит – это уже для тех ребят, которые готовы со мной идти в другую плотность. Ребят, вы должны чётко понимать, что я не учу голодать, я не учу быть людей на сухих днях. Я всегда говорила, что сухие дни жизнь без еды и без жидкости – это инструмент для чего-либо. Инструмент для того, чтобы вы шли дальше. Насколько вы готовы идти дальше. Вот насколько вы готовы идти дальше, настолько вы начинаете работать с собой. Я сейчас готова идти максимально далеко, поэтому я убрала еду и жидкости в своей жизни. Потому что я хочу познавать больше. И я понимаю, что для меня это будет как определённый ступор. Для меня, для вас, возможно, нет. И именно поэтому на ретрите мы с вами будем говорить не о том, как поголодать, не о том, как устроить себе детокс, не о том, как выйти на сухие дни и столько-то дней оставаться вне еды и потом посмотреть, какой у вас вырисовывается рельеф. Не про это. Я именно про то, чтобы с вами вместе идти в следующую плотность, в иную плотность. В иную плотность познания себя. И этот ретрит – это именно для тех, кто готов уже идти. И, ребят, могу вам сказать такую вещь, что если вы действительно готовы, если у вас какие-то сомнения, если вы понимаете, что вот здесь не складывается, здесь не склеивается, вот здесь вот какое-то промежуточное какое-то явление. И вот я в следующий раз. Я в следующий раз, потому что вроде как я и сам могу, я ещё что-то. Это восприятие ваше, насколько вы готовы. И на предыдущем марафоне у нас было… Мы же изначально хотели сделать 14 марта, я хотела сделать 14 марта. Думаю, приурочу это к своему году. Жизнь без еды и без жидкости. И там была у нас одна девушка, которая абсолютно непонятно каким образом вообще попала вот на наш тот марафон. Она говорит, я никогда не слышала о тебе, я никогда не слышала об автономии, я вообще никогда не слышала. Говорит, ну, говорит, знаешь, что люди какие-то там голодают, какое-то лечебное голодание. Но вот мне как-то сказали, и она в течение нескольких минут приняла решение, что ей нужно быть там. И она там была, она получила свои определенные бонусы и такие достаточно глубокие для нее. И когда мы уезжали, она говорит, все, 14 марта я буду. А у нее есть бизнес далеко, так скажем, за рубежом, да? Вот, и когда мы начали, я говорю, слушай, говорю, ну, а в отеле, там, где мы проводили, в ретрит-центре, там не было места на 14 марта, а это, ребята, очень утомительно, если честно, ну, для меня, по крайней мере, искать места, чтобы были соответствующие цены, соответствующие условия, чтобы участники не просто начали погружаться в себя, но чтобы они приходили в свой номер и максимально отдохнули. И чтобы вот найти вот такое вот комфортное место и чтобы была соответствующая цена, это, ну, достаточно тяжело для меня. И когда мне сказали, вот, у нас есть свободные места на 31 марта, я говорю, все, давайте тогда 31 марта, две недели для нас ничего не сделают. И тогда как раз вот этого девушку, она сказала, говорит, я так хотела на 14 марта, но на 31 я не смогу, у меня уже куплены билеты, я еду по своему бизнесу, я точно не буду присутствовать. И я ей тогда сказала, говорю, ну, если ты будешь готова к следующему этапу возрождения себя, то весь мир перевернется, и ты точно сюда приедешь. Она говорит, да быть такого не может, у меня, говорит, уже все запланировано. Я с ней тогда не стала спорить. И сегодня она мне прислала СМС, она говорит, ну, я, говорит, помню тот разговор, он меня, говорит, так зацепил, говорит, я думаю, надо же, какая самонадеянность. А это не самонадеянность была, нет, не об этом совсем речь. И она говорит, я сейчас понимаю, что я никуда не лечу. Я понимаю, что сейчас, на сегодняшний день, я не могу просто это сделать ни физически, ни как. Говорит, но я, говорит, настолько готова идти дальше, что я обязательно буду на этом ретрите. И как раз вот я и хотела вам сказать, что если вы готовы к возрождению себя в новой плотности, в новой плотности себя, то вы будете на этом ретрите. Если вам ещё какое-то время нужно переходного, то у вас оно, конечно же, есть. У вас есть всё для того, чтобы вы себя максимально комфортно чувствовали. И если что-то у вас не получается, это не потому, что внешние факторы так влияют на вас. А если у вас что-то не получается, это именно то, что ваше внутреннее состояние не готово идти дальше. И это не хорошо, не плохо. Это просто факт. И я после войны к вам вернусь, Аркаша. Аркаша, очень здорово. И я всё-таки полагаю, что... Давайте я не буду об этом говорить сейчас. Наверное, пока ещё не готова это озвучивать по поводу войны. Поэтому я буду всего хорошо. Здравия всем. Мария, привет, Мария. И сегодня я бы как раз хотела поговорить о таком событии, как манипуляторы. Мы уже открывали эту тему, но, может быть, не так глубоко открывали. Может быть, не с той стороны открывали. Но я бы хотела её ещё раз открыть. Что такое манипуляторы и зачем они нам? Мы все так негодуем, да, когда мы говорим, ой, вот он нас использовал, ой, вот он нас с нами там что-то сделал, ой, вот этот вот как-то не так поступил, ой, вот этот вот, он вообще манипулятор, вообще его, он злой человек, нехороший, и всё, что угодно. Но посмотрите, вот отстранитесь от хорошо и плохо, от любого оценочного восприятия к чему-либо, и посмотреть люди, которые манипуляторы, неважно какие, хорошего или плохого, это тоже оценочное, да, там, фейерверк компании или наоборот какой-нибудь там начальник, который всех, например, там гнобит. У таких людей, неважно, как вы их расцениваете, в плюс или в минус, у таких людей всегда максимальное количество людей собирается возле них. А вы задумывались, почему? Почему нам, многих людей, всегда тянет к манипулятору? Это не касается людей, которые пришли в осознание и в пробуждение самого себя. Это уже другой аспект. Я говорю сейчас, наверное, про большинство людей, если вы чувствуете это в себе, если вы видите это в своих близких, если вы видите еще в ком-то, и когда вы хотите их просто вот так вот напрочь выдернуть оттуда, это не получится, вы просто приобретете конфликт с этим близким человеком, которому вы хотели причинить добро. А почему так? Что такое манипуляторы? Манипуляторы – это те, которые вам говорят кому-либо. говорят, что нужно делать. Они говорят конкретные действия, что нужно делать. И очень многим людям просто крайне необходимо всегда знать, что им нужно делать. Потому что, когда мы не знаем, что нужно делать, мы берем ответственность на себя, а это не всегда комфортно. То есть, когда ты взял ответственность на себя, хорошо будет или плохо, в любом случае будешь либо виноват ты, либо будешь в фейерверках плескаться ты. Но зачем нам быть виноватым? Мы же всегда из двух зон выбираем меньше. И поэтому, чтобы нам не быть в том состоянии, чтобы выбирать, мы эту функцию всегда перекладываем на кого-то. То есть, плохой начальник, плохое правительство, плохой друг подруга, плохой муж-жена, плохой еще кто-то. То есть, плохие всегда кто-то, мы всегда перекладываем на них. Вот они мне сказали, вот он мне сказал, вот я бы сделала так, но закон такой, но положение такое, но правила такие, но еще кто-то такое. И все время мы делаем, акцентируемся на том, что что-то вот заставило. То есть, какой-то внешний фактор всегда нам что-то приписал. Какой-то человек сманипулировал нами, сманипулировал законом, сманипулировал правилами, сманипулировал каким-то положением, сманипулировал словами. И вот все, что угодно мы можем себе сейчас говорить, неважно что. И тогда, когда есть этот человек в поле нашего действия, мы себя всегда чувствуем спокойно, потому что мы всегда знаем, что виноваты не мы. Виноват всегда он. Всегда он написал эти правила, он сказал эти положения, он сказал, что вот такой закон, он сказал он, 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 он. А я всегда остаюсь белым и пушистым. То есть даже дело не в белом и пушистом, даже мы можем себя где-то как-то упрекать, да, как-то еще вот что-то вот, какие-то нехорошие слова сами себе говорить. Но это всегда не потому, что я такой, а потому, что кто-то такой. И вот эти вот манипуляторы, они разряжают нашу жизнь, потому что, если бы их не было, всегда, если с нами что-то получается, нам пришлось бы брать ответственность на себя. Нам пришлось бы максимально быть виноватыми перед самими собой и за себя. Или в хорошем состоянии перед самими собой и за себя. Но ведь было бы удобнее, когда перекладываешь на кого-то, то есть, например, вот я бежал, бежал, вот я уже дистанцию пробежал, вот я уже бежал к первому месту, вот у меня уже все, ленточка была передо мной, я уже вот добегал, 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 а тут яма. Все. Я-то все с себя сделал, то, что я мог. А яма, то есть, кто-то специально сделал, чтобы я не добежал, кто-то не проконтролировал ту дистанцию, по которой мы бежали, кто-то, 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 кто-то. А я все сделал. А если бы не было этого манипулятора, если бы ты бежал по своему полю или еще что-то, если бы ты был ответственен, и вот кто-то, например, коза прошла и своим копытом пробила вот эту вот дырку, то ты бы как на себя брал ответственность? Моя коза пробила дырку? Нет, тогда бы у тебя коза была бы виновата. То есть, смотрите, всегда, как только мы начинаем брать ответственность полностью на себя, с нами ничего не может происходить, того, чтобы мы для себя не хотели. Вот есть такой пример, да, приезжал очень-очень такой известный в определенных кругах гуру, который проводит тренинги только для миллиардеров. И к нему пришли люди на его тренинг, то есть, это и звезды какие-то, и гламурные ведущие, кто только не пришел, за огромные-огромные деньги. И он там им преподавал что-то. И вот определенные люди, они когда там были, они сказали, то, что он преподавал, как бы, ну, ну, вот, как бы, это все понятно, это все известно, это все есть в интернете, там, еще что-то. Но когда начали брать интервью у богатых людей, они просто не могли признать, что, как бы, ну, я такой вот, ну, я вот так вот, как бы, лох, да, такой, взял, заплатил им эти деньги, а в результате ничего не получил. И попросить не могу, это не могу. То есть, ну, да, получила, что получил, ну, как бы, это мое, я буду в своем там переваривать, там, что-то еще делать. То есть, мы всегда боимся на себя принять ответственность, мы всегда боимся на себя принять то разочарование и даже боимся, если в чем-то мы правы, мы даже боимся себе признать, что я, как бы, я такой молодец. А как это понять? Когда нам делают комплименты, мы что делаем? Ой, да ладно, да нет, так получилось. Вот там, например, говорят, ой, ты такая красивая или такой красивый или такой умный или такая умная. Ой, да ладно, да что, вам есть умнее, есть красивее, есть еще там что-то. И мы все время пытаемся даже комплименты от себя как-то немножечко отодвинуть. Нам неудобно брать ответственность даже за хорошесть на самого себя, потому что хорошесть, которая есть в нас, если мы ее возьмем вот за хорошесть на самого себя, ответственность, то нам придется брать и минус ответственность на себя, а мы не всегда готовы. И поэтому, когда есть какие-либо манипуляторы в нашей жизни, мы на них можем хоть как фыркать, но мы их всегда будем держать при себе. Нам всегда будет очень полезно и очень удобно, чтобы в нашем поле действия всегда были как минимум хотя бы один манипулятор. Пусть он будет какой-то небольшой, пусть он будет маленький, пусть мы будем к нему относиться со смехом, но он всегда должен быть, чтобы мы могли разрядить свое внутреннее свое состояние через него. Иначе нам будет некомфортно, иначе все, что происходит в этом мире, в котором живу я, нам придется взять ответственность за себя. То есть все, что происходит в моем мире, все, что я знаю, все, что я вижу, все, что вокруг меня, это дело рук конкретного меня. Кто готов взять на себя эту ответственность? Практически никто. И именно поэтому манипуляторы очень нужны и очень важны. Что у вас с губами? А что у меня с губами? У меня с губами все как обычно. Ребят, если есть вопросы по теме или может не по теме, я готова на них ответить. Может быть, кто-то не согласен, может быть, я как-то не совсем корректно донесла то, что я хотела сказать. Поэтому я готова услышать ваше мнение и готова с вами рассказать именно свою точку зрения. Если у кого-то что-то есть. Так, Наталья. Да, когда говорят от комплиментов начинаю все косяки в голове перебираться и обвиняю себя в нечестности по отношению к другим. Да, и еще бывает такое, что начинаешь сразу же думать, что нечестность по отношению к другим в отношении себя. То есть, когда, например, говорят, что вот ты такая красивая, да, или там ты сегодня такая красивая, или ты такая, не важно. и ты начинаешь думать там, ты же не думаешь, что как бы, ну, клево, я, значит, сегодня свежая, значит, вчера был вот такой вот день, сегодня с хорошим настроением, как правило, что начинаешь думать, что красиво это, ну, как бы, ничего такого не произошло. А некоторые, судя по тому, что мне даже рассказывают там девочки, они начинают думать, так, я сегодня там крем другой попробовала, может быть, это от крема зависит, надо будет, его тогда еще взять, пока он не сошел с производства, а может быть, это тушь, а может быть, это свет, а может быть, это еще что-то. И мы начинаем что-то привлекать в свою жизнь, только чтобы не признаться самой себе, что да, я сегодня еще красивее, чем была вчера, просто потому, что я есть, просто потому, что этот миг, вы понимаете, мы даже не можем не там, что взять ответственность на самого себя, мы даже не можем поблагодарить себя каждый раз за то, что мы есть, потому что мы даже не понимаем, что такое. Вот у нас сейчас начался марафон вот этот в 90 дней, и там у нас одно из заданий, как бы утром благодаришь всё, что происходит вокруг себя, а вечером благодаришь себя, что ты мог это прочувствовать, прожить, прочувствовать. А прочувствовать нам на самом деле что нужно? Миг, просто миг. За счёт того, что мы прожили этот миг, только за счёт этого мига мы можем почувствовать следующий миг. А за счёт следующего мига – следующий миг. И вот этот вот миг, если мы научимся чувствовать каждый миг, мы будем ему просто благодарны, не потому что он хороший или плохой, а просто потому что за счёт вот этого мига произошёл вот этот следующий. Каждый шажок, каждый шажок этого мига. И это великолепно, это всё настолько просто, Все верно, Светлана И это свои косяки надо принять Какой из этого практический вывод и пользы? Попробовать наслаждаться Вывод и польза Вывод и польза Какой, ребят? Вывод и польза, наверное, то, что Научиться чувствовать И наслаждаться Каждым мигом И понять, что если ты Не кто-то другой Вообще не кто-то другой А только ты смог прочувствовать этот миг Ты живешь, ты живой Ты это все чувствуешь Не кто-то другой, а ты Представляешь, какой ты Насколько ты большой, что ты можешь Прочувствовать этот миг И только после этого к тебе возвращается Идет следующий миг И когда мы научимся Просто чувствовать Каждый миг И наслаждаться им Это кажется, что это все слова И это все так легко На самом деле это Попробуйте Когда вы начнете Отслеживать каждый миг Это когда вот эти вот Наши Летающие глубокие выражения Быть здесь и сейчас И никто не понимает Что такое быть здесь и сейчас А просто наслаждаться тем Что ты есть Что у тебя вот это С тобой это случилось Безоценочно Ни хорошо, ни плохо А просто случилось А с кем-то уже не может Это случиться А кто-то не может Даже это осознать Что с ним случилось это Кто-то просто живет Жизнь Не проживая жизнь И это очень страшно Наверное Когда вы просто Наматываете Это знаете Это то же самое Что когда мы заходим На сухие дни И мы начинаем Максимально себя отвлекать От чего-либо Чтобы не заесть Мы начинаем Максимально Если мы хотим спать Мы начинаем спать Чтобы И мы начинаем Наматывать Часы сухие Чтобы потом Через какой-то Промежуток времени Сказать О, я столько времени Был на сухих днях Вот я такой молодец Вот у меня рекорд А ты даже не прочувствовал Что с тобой происходило Ты не прочувствовал Что у тебя было внутри Ты не прочувствовал Как менялось Вокруг тебя все Ты ничего не прочувствовал Зачем тебе были Эти сухие дни Зачем ты так себя мучил И точно так же С нашей жизнью Когда мы не можем Прочувствовать Вот Мы наступили в лужу У нас Мокрая нога У нас протек Этот кроссовок И мы вместо того Чтобы там Ой, вот Опять у меня Кроссовки порвали Сейчас нужно Новые покупать Денег нет Ничего нет И ты вместо того Чтобы насладиться Думаешь Господи Какой кайф Я почувствовал Эту лужу Вот настолько Природа Глубоко Идет Ко мне Что даже Никакое препятствие В виде этих кроссовок Ничего не может Ей помешать Это же такой кайф Что природа Стремится быть Ближе ко мне Может быть Это какой-то Неудачный пример Но если вы научитесь С каждого момента Доставать Вот этот вот кайф То вы научитесь Доставать кайф Просто из того Что вы будете Постоянно в кайфе Постоянно будете Кайфовать И вокруг вас Которые люди Будут собираться Они будут Это чувствовать И они будут Стремиться к вам Потому что Это же здорово Это не про то Что там Вот сядь В позу лотоса Начинай там Медитировать Ни на что Не обращай внимания И чтобы вот В твоей голове Не было мыслей Ну я знаю Вот если нет Мыслей в голове Если их вообще нет То как бы И человека Это уже нет Ну что такое Нет мыслей Одно дело Когда ты Настолько Уже готов Договориться Сам с собой Что ты можешь В свою голову Пустить Пустоту Это немножечко Другое Как пустоты Тоже не существует На самом деле Вот Но ты можешь Быть В какой-то момент Как говорят Безмыслие Но это не совсем Безмыслие Когда вы Ребят Погружает То есть Безмыслие Если кто-то Был в состоянии Безмыслие Вы можете Всегда Это отследить Что это вот Щелчком Раз Безмыслие Там какие-то Секунды И вы Таки О, я Был Безмыслие Но это Не то состояние Это вы были Не в безмыслии Это вы были В то состояние Когда вы Буквально На несколько секунд Смогли Не вовлекаться В те мысли Которые есть Везде А вот Когда вы сможете Видеть эти мысли Которые Когда в вашей голове Будут эти мысли Но вы будете Способны Не вовлекаться В эти мысли А просто Понимать Что они есть И они просто Идут Вот это Уже другой Этап Вашего восприятия И вашего Уровня Осознания А когда мы Говорим Что нет мысли Ну Нет мысли Нет пищи Внутри Там нет Какашек Внутри Нет еще Чего-то Внутри Когда нет Чего-то Это всегда Дефицитарность Нет чего-то Чтобы что А вот Когда В вас Есть Все Максимум Все И вы понимаете Что вот это Вот вы готовы Сейчас взять Это вы готовы Оставить на потом В это вы готовы Не вовлекаться Это вы готовы Пронаблюдать Вот это От изобилия Когда в вас Есть все Но вы четко Знаете Чего вы хотите И в какой момент Все ясно Я заметила Дочь В качестве Такого Манипулятора Значит Ответственность Попытаюсь Переложить На нее Осознала Как На нее Осознала Как исправить Брать Всю ответственность Всю свою ответственность На себя Смотря Сколько Дочери лет Потому что Мы же За них За своих детей Все равно В ответе И мы До 24 лет Мы с ними Вообще В энергетическом Поле В едином Находимся Вот И смотря Сколько лет Дочке Ну конечно же Максимально Позволять Если мы За ними Будем бегать Там Вытирать Сопли То они Научатся Сморкаться Наверное Уже тогда Когда им Будет Просто Неприлично Перед Девушками Что У него Там Бежит Сопля Он Не знает Что с ней Делать Языком Слизнуть Либо Салфеткой Вытереть Либо Сходить В туалетную Комнату И хорошенько Просморкаться Это же Нужно Понимать Что Конкретно Потому что У меня дети Они сами По себе Практически Сами По себе И мне Кажется Они Достаточно Ответственные Но Бывает Всякое Я не скажу Что у меня Они Такие Ангелы Да У нас Бывают Руганей Чтобы я На них Покричала Разрядилась Чтобы они Мне потом Сказали Насколько Они Осознали Какой-то Момент Мы с ними Очень много Разговариваем Когда говорят Комплименты Думаешь А что Я теперь Должен Ему Или ей Да Есть такое Ребят Когда говорят Про комплименты У нас Есть такое Что мы Как будто бы Мы должны Да Мы Мы еще Почему Не готовы Принимать Какие-то Комплименты Подарки Или еще Что-то Потому что Как только Нам человек Хочет сделать Что-то Доброе Неважно Это словами Либо Каким Чем-то Материальным Нам Нам Неудобно Принять Потому что Мы думаем Ну значит И ему Нужно То есть Если нам Говорят О, ты такой Красивый Думаешь Ой, а ты Какой Мы не можем Просто сказать Ну, некоторые Да, не все Не у всех Есть такое Ой, спасибо Приятно Очень Но если Например Со словами Проще То если Нам, например Начинают Дарить Что-то Это Про ценность Себя Это мы Наверное Сделаем Другой Какой-нибудь Эфир Если нам Начинают Что-то Дарить То Мы ее Можем Принять Сказать Ой, так Приятно Спасибо А если Нам Начинают Дарить Дом Мы Думаем Ой, нет Дом Нет Я не могу Принять Думаю Что я Вообще За этот Дом Должна Буду Но Это же Ценность Себя То есть Смотрите Вот, например Человек Который Дарит Вам Шоколадку У него Денег Нет На хлеб Но он Хочет Вам Сделать Так Приятно Что он Знает Что он Несколько Дней Например Вообще Не поест Но он Хочет Вам Сделать Приятно И он Дарит Вам Эту Шоколадку А вы Знаете Что ваша Ценность На шоколадку Подтянет И вы Спокойно Берете Эту Шоколадку Не задумываясь Что для него Значит В финансовом В том же Вопросе Это шоколадка И другой Момент Например С домом Человек Который Вам Финансово Состоятельный Человек Что для него Этот дом Тем более В том месте В котором Вы живете Для него Это Вообще Ерунда Он За несколько Часов Столько Денег Зарабатывает Чтобы подарить Вам Этот дом А вы Принять Не можете Потому что Ваша Ценность На шоколадку Мы Всегда Думаем Только О своей Ценности Не о его Это все Ерунда Что Ой я шоколадку Могу Принять А дом Нет Это же Такой Дорогой Дорогой Для вас А для того Человека Нет Для человека С шоколадкой Для него Был дорогой Поступок А для того Кто вам Хотел Подарить Дом Для него Это была Обыденность И он Готов Это сделать Для него Это Несколько Часов Работы И он Вас Так Оценил А вы Себя Не можете Так Оценить И поэтому У вас Удет Ой не Я не могу Это Принять Когда Мы Что-то Не можем Принять Это значит Что мы Не готовы До такого Подарка Мы не Созрели Мы не Готовы Мы Столько Не стоим Мы Намного Намного Проще И это Очень важный Момент Это всегда Не в том Кто Дарит Комплимент Либо Материальную Ценность А в том Кто я Насколько Я готов Принять Эту Материальную Ценность Так В ютубе Пока Нет Вопросов Если Есть Вопросы Ребят Голосом Задавайте Кто В зуме Просто Я не Вижу Кто В зуме Вот Поэтому Если Есть Вопросы То Конечно Же Задавайте Это Как раз Провидение Провидение Кто Такие Манипуляторы И Что Они Что Они Делают В нашей Жизни Насколько Они Актуальны Для Нас Вот Ребят Если Нет Вопросы То Я Вас Наверное Тогда На сегодня Покину И Если Есть Какие-то Запросы По Каким-то Темам То Я С удовольствием Их Конечно же Озвучу Если Хотите Как-то Больше Общаться То Подключайтесь Подключайтесь В телеграм Канал Приходите На онлайн Марафоны И на ретриты Конечно же С удовольствием Вот А если У меня Будет Возможность То Я Конечно же Может быть И второй Какой-то День Возьму В зуме Если Если Будет На это Спрос Если Кому-то Будет Интересно Вот То Можно Будет Еще Здесь Раскрывать Какие-то Темы Если Будете Задавать Какие-то Темы Если Их Будет Много Светочка Здравствуй Слушай Я все-таки Решила Задать Этот Вопрос Он Меня Уже Мучит Ты Упомянула Какое-то Время Назад Насчет Жалости К себе Видимо Я ее Сейчас Как-то Достаточно Сильно Начала Чувствовать Что-ли То То ли Не Признавалась То ли Еще Как-то В общем Идет Какой-то Запрос На Эту Тему И Если Есть Возможность Немножечко Так Подсветить Я понимаю Что это Будет Болезненно Но Я все равно Уже Готова Послушать Спасибо Да Давай Наверное Освещу Тогда Да У меня Эфиры Наверное Они Больше Мне уже Многие Говорят Что Они Наверное Болезненные Потому Что Я Не Через Поглаживание Захожу Что Такое Жалость К себе Жалость К себе Это Очень Великолепное Чувство Которое Мы Холим И лелеем Для самого Себя Почему Если Вот так В двух Словах Рассказать То Что Такое Жалость К себе Это Когда Мне Так Неуютно Меня Кто-то Оскорбил Они Негодяи Мы же Жалеем Себя Из-за чего На фоне Чего-то Что-то Либо Ситуация Какая-то Прям На нас Уже Надавила До Такой Степени Которую Причем Мы Создали Но Это Нужно Осознать Зачем Это Осознавать Это Уже Другой Этап Это Уже Другой Процесс Либо Какой-то Человек Нас Гнобит Либо Какой-то Коллектив Нас Гнобит Либо Либо Погода Нас Гнобит Это Вообще Идеальный Вариант Когда Погода Потому что Кому Предъявить Ну вот Погода Такая И вот Такое Состояние Бывает И вот Прямо Аж Кошки На душе Скрипут И тебе Прямо Так Жалко Себе Думаешь Ну я же Все Делаю Ну я И вот Это Уже Делаю И вот Это Делаю И сюда Пошла И тому Дала И этому Рассказала И вот Вот Все Хорошо Ну вот Почему Так И тебя Прямо Начинает Распирать И вот Эта Жалость Она Тебя Прямо Поглощает И что Происходит В тот Момент Когда Тебя Поглощает Эта Жалость Ты Возвращаешься Неосознанно В детство Когда Тебе Плохо Когда Тебя Начинает Обнимать Кто-то Из Твоих Родных Либо Ты Хочешь Какой-то Поддержки Да Вот Я сейчас В общем Говорю Да Бывают Индивидуальные Случаи Которые Индивидуально Рассматриваются Вот И что Тогда Происходит Когда Тебя Хотят Обнять Когда Тебя Хотят Пожалеть Когда Ты Сама Себя Хочешь Пожалеть Чтобы Себя Пожалеть Ты Себе Даешь Самые Интересные Фильмы Самое Вкусненькое Меню Самый Тепленький Плед Самое Самую Приятненькую Ванну Там Чтобы Полежать Ты Себе Даешь Те Плюшки Которые Ты Не можешь Дать В обычной Жизни И Это Очень Часто Накрывает Тех Людей Которые Идут Правильным Образом Жизни Когда Они Идут Например Я Вот Этого Не ем Я Спортом Занимаюсь Я Я Вот Это Вот Делаю И Вот Это Делаешь 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 И Ты Себе Вот Эти Рамки Ставишь 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 Эти Критерии Ты По ним По этим Ступенькам Идешь 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 И на Какой Это Период Времени Ты Не То Что Выдыхаешься А Ты Хочешь Себя Побаловать Но Этого Нет В твоем В твоем Графике Себя Побаловать А чтобы Себя Побаловать Что нужно Сделать Это Нужно Привлечь К себе Тот Негатив Чтобы Пожалеть Себя Чтобы Через Пожалеть Себя Ты Мог Себе Позволить Какую-то Плюшку Которую Ты не Мог Позволить Так Это Ж Всегда Пожалеть Себя Это Что-то Дать Себе Образно Вкусненькое И Когда Ты Себе Уже Выстроил Вот Эту Ступеньку Вот Эту Лесенку Что Ты Весь Такой Правильный Весь Такой Сильный Весь Такой Молодец И тебе Кто-то Говорит Ну Вот Смотрите У нас Есть Такое Пирожное Мороженое А ты Такой Кремень Нет Я Это Не Хочу Нет Я Это Не Буду Это Не Для Меня Это Уже Не Тот Этап В Дальше Мне Это Уже Не Интересно И Ты Идешь А Внутри Ты Это Все Зажимаешь Пружинкой И Тебе Не Может Это Выскочить Сказ Ну Давай Вот Это Вот Так Себе Сделаем Вот Такой Себе Сделаем Бонус Оно Тебе Не Может Ты Живо Обратно Зажмешь А Когда Ты Себе Привлечешь Вот Эти Все Состояния Чтобы Тебя Порвало От Жалости К Самой Себе Это Же Очень Приятное Чувство И Тогда Ты Уже Себе Можешь Позволить Вот Этот Бонус У меня Какое-то Все Наоборот То есть Я Вообще То есть У меня Вот Период Такой Тотальной Лени То есть Длительный Уже Довольно То есть И Вот Как Б Вот Ну Идет Как Идет И Наоборот То есть Вот Как Б Вот Позволяю И Даже Не Заморачиваюсь Ну Да Я Не Соответствую Ну И Что Вот Я Не Соответствую Ну Да Ну Вот Вот Сегодня Вот В чате То есть Я Даже Вот Как-то Там Немножко Притихло Потому Что Я вижу Там У Людей Посыпались Претензии Не Все Автономы Появились Ну У Всех Разный Как Б Этот У Всех Разное Начало То есть У Узнала Я Об Этому В Апреле В Прошлом То есть Ну Вот Близко Году И Практиковала Допустим Раз в Месяц Два Три дня Вот Чаще У меня Не Получилось Ну Может Два Раза В Месяц Ну Где-то Там Вот А Сейчас Вот Как-то Вот Ближе Пошло Ну Все Равно То есть Я Я вижу Что У Народа Уже Такой Большой Опыт То есть У многих Уже Несколько Лет Там И сыроедение И Там Каких-то Больших Практик Вот То есть Это все Хорошо Конечно Но Хочется К этому Приблизиться Но Не хочется Идти Через Насилие Так вот Я бы сказала То есть Хочется Идти Как ты Выражаешься Light Light Чтобы Само Все Да Ну Смотрите В любом Случа Нужно Будет Привлекать Хоть Немножечко Немножечко Силы Воли И вот Это Состояние Когда мы А вот Другие Вот Уже Вот так Идут А другие Я Я Вот Вот Этот Термин Автономия Он Настолько Сейчас Уже Никакой Да Вот То есть У нас Сейчас Можно Выйти На Несколько Дней В голод И Это Уже Вот Я вышел В два Дня Автономии Вот Автономия Наверное Сейчас Этот Термин Только Лишь Для того Чтобы Человек Просто Понял К чему Что Такое Что Это значит Про Какую То Жизнь Без Еды Без Жидкости Еще Про Что Но На самом Деле Что Такое Автономия Автономия Это Когда Ты Автономен Когда Ты Сам По Себе Но Если Ты Будешь Сам По Себе То Как Ты Можешь Быть Всем Это Настолько Неправильно Вот Это Понятие В Моем Понимании И Это Из Серии Того Что Давайте Купим Ваш Душный Шарик А Зачем Он Ну Давайте Купим Ну Давайте Купим А Давайте Его Надуем Да Зачем Его Надовать Ну Давайте Надуем А Давайте Его Отпустим А Зачем Отпускать На Фиг Он Нам Нужен Вот Это Про Автономию А Давайте Автономию Разбуем Потом Отпустим На Фиг Она Нужна Жить Без Еды И Без Жидкости Это Не Потому Что Это Круто Это Человек Другого Поколения это еще что-то, это ты можешь познать те инструменты, это самый легкий путь, познать инструменты самого себя. Потому что многие думают, что автономия – это как раз про то, что сколько ты можешь быть без пищи и без воды. Но некоторые люди выходят без пищи и без воды на очень длительное время, на месяц, на два, на три, на четыре. Но они всегда остаются в этой плотности. А я говорю именно про те осознания, когда вы готовы выходить на следующий этап, на следующую плотность вашего осознания. И вы можете на них выйти через несколько дней в жизни без еды и без воды. Самое главное – это весь процесс, как вы к этому процессу относитесь, как вы начинаете вскрывать то, что у вас внутри. И когда вот ты говоришь про жалость к себе, ты же правильно заметила, я не такая, вот у меня не получается, вот я не такая, вот там все в чате вот так вот, а я всего лишь вот это. Вот там вот так вот сравнение. И я всегда говорила, что когда мы начинаем себя сравнивать, неважно с чем, неважно с кем, мы всегда остаёмся в проигрыше. Потому что как только мы себя начинаем сравнивать, что получается? Если мы хуже кого-то в сравнении, да, то мы в сжатом состоянии, нам нужно быть лучше его. И мы прям всё аккумулируем, все свои силы, мы выдыхаемся, чтобы быть лучше его. И у нас не приносит это никакого удовольствия. Как бы мы ни шли, как бы мы ни старались, мы всё время в разбитом состоянии, потому что мы себя сравнили. Если мы лучше, если мы сравниваем себя с кем-то, и мы раз, вышли на финишную прямую, и мы лучше этого человека, с которым мы себя сравниваем, да, и нам вроде бы как бы вау, вроде бы как бы кайф, но что с нами происходит? Мы опять же в том же сжатом состоянии, потому что мы чётко для себя понимаем, что если мы чуть-чуть расслабимся, то этот человек нас обгонит. И чтобы он нас не обогнал, мы точно так же, вот просто в этом сжатом состоянии, и точно так же мы свои ресурсы тратим на то, чтобы быть в этом состоянии. Мы не получаем удовольствия. Поэтому с кем бы мы себя не сравнивали, как бы мы себя не сравнили, лучше мы или хуже, нам это никогда не принесёт никакого удовлетворения. Поэтому сравнение только с самим собой. Только с самим собой, с судьбой вчерашней. Никак иначе. Кто-то там сыроедет, пусть сыроедет. Это неважно. Кто-то там ест колбаску и говорит красивые мысли. Это кайф. Это его путь. Найдите всегда свой путь. Как только вы найдёте свой путь, вы будете счастливы. Как только вы будете идти по чьей-то дорожке, вы всегда будете смотреть только в попу кому-то. Без вариантов. У вас всегда будет перед лицом только Ж. Другого ничего не будет. Только свой путь. И когда мы начинаем делиться своим опытом, мы начинаем где-то примерять на себя. Но мы чётко понимаем, что это другой опыт. И мы чётко понимаем, что нужно идти своим. А когда мы говорим, что «а как нам расскажи?» Ну, расскажи. Мне тоже пишут так. «Дай нам пошаговую инструкцию». Ребят, не дам. Это как бы не вариант. Если я вам дам, вы пойдёте моим путём. И вы никогда не увидите светлое будущее, потому что моя попа будет загораживать вам вообще всё. Весь ваш солнечный свет. Поэтому всегда только своими. Всегда я говорю, чтобы вы прорабатывали. Вот этот эфир кому-то одному зашёл. Вот этот эфир зашёл другому. То есть мы же все разные. И кто-то увидел вот в этом эфире, раз, у него сработало вот это. Да, у меня такое было. Раз, начинает вот этим вот крючочком себе выгребать и из себя вытаскивать эти паттерны поведения. Другой увидел, например, этот эфир ему не зашёл. Он говорит, нет, для меня это вообще никак не значимо. Для другого другой зашёл. А для третьего через какое-то время вот тот предыдущий зашёл. И это потому, что вы начинаете меняться каждый день, каждое мгновение вы начинаете меняться. И когда вы начинаете по-честному себе признаваться, что да, я имею право на вот эти вот ошибки, которые мы называем. Это не ошибки, это всегда шаг вперёд. Вот про ошибки, наверное, тоже нужно будет потом сделать эфир, потому что у нас многие говорят, вот это откат, это ошибки, это срыв, это ещё что-то. И как только мы вот на это вот забиваем, чем больше у нас откатов, срывов и каких-то ненужных взаимоотношений, тем больше они у нас будут. Вот мы настолько в них погружаемся. То есть мы цепляемся за эти откаты, чтобы получить эмоцию. Потому что она для нас очень яркая. Но это, наверное, это долго про это рассказывать. Поговорим ещё об этом. Ватманы и фломастеры готовы. Жду выходных. Хорошо. Это кто-то из закрытого глупо, да? Мне просто не видно, кто тут. Да, мы выходные сделаем с ребятами, прорисуем. Мы прорисуем нейронные сети. И мы закрепим эмоции не на вкусы, а закрепим эмоции на запахи. Чтобы мы могли какую-то эмоцию закреплять не едой, а именно каким-то запахом. Ещё можно добавить по поводу нейронных сетей? Я вот пытаюсь рассмотреть. Если мы предполагаем, что эта сеть образовывается, ему нужен, во-первых, процесс роста. То есть определённое время, чтобы она выросла, как мы семечку садили, и дерево растёт. А мы иногда сажаем и сразу ждём плоды. Через день, через два. Хотя, если этот процесс понимается, то мы понимаем, что мы не дождёмся. Надо года два-три ждать, чтобы это всё выросло. Если всё это перенести на нейронную сеть, ну так теоретически представить, что это любое образование, любой процесс исследования, оно требует времени и повторения, чтобы эта сеть реально как бы там прямо выросла, прямо зацепилась, образовалась, и дальше энергия будет течь по нему. Для меня это даёт понимание, вот как раз говорили про, что прерывает процесс обучения, когда мы сравниваем. Сеть останавливается на этом объяснении для самого себя, типа вот у меня не получится. Или это в какой-то страх ведёт. Это же тоже сеть про страх, какая-то сеть образованная про понимание страха. И энергия течёт туда, вместо того, чтобы туда-то наблюдение, в исследование, в любопытство. Процесс любопытства – это как раз процесс роста. Любопытно, дай-ка я посмотрю, дай-ка я сделаю действие, чтобы получить результат. Как раз свой собственный опыт как бы прокачивать. И когда мы что-то описали, либо взяли чей-то опыт, мы как будто себе заблокировали этот рост, объясняя тем, что неважно чем мы объясняем, мы как бы этот процесс прерываем объяснением, либо сравнением, и останавливаем. Если это как бы понимать, то можно понять, что если я что-то себе объяснил и не попробовал, значит, я просто сам себя заблокировал этот процесс. И не получаю опыта собственного через тело, через наблюдение, через ощущение. Как-то так. Ну да, это как раз и говорит о том, что когда у нас останавливается выстраивание нейронной сети, как только мы начинаем себе по какому-либо поводу разочаровываться. И сравнение, и что-то еще. Это начинает нас затормаживать, потому что мы начинаем разочаровываться в данном процессе. Но если мы говорим как раз про рисовку нейронной сети, то здесь очень важно, чтобы ты ее прорисовал чувственно. И вот этот вот рисунок ты вешаешь на какое-то свободное, на какое-то место, где ты проходишь несколько раз в день, например, да, и ты можешь просто глянуть на этот рисунок, тебе не обязательно вспоминать, у тебя на подсознании будет всплывать, а что ты прорисовал. И это очень важно. И когда мы говорим, что вот, например, прорисовывать про запах, то, например, если я прорисовала какую-то определенную эмоцию, которая вот мне чаще всего, вот какая-то эмоция заставляет идти к холодильнику. Мы ее сначала вытащили, вот, а потом мы ее прорисовали. И когда мы прорисовали эту эмоцию, закрепили ее, например, там за апельсином, то если мы в следующий раз мы чувствуем, что нам не хватает этой эмоции, если мы пройдем рядом с апельсином, апельсиновый запах, просто начнем его чистить, то мы насладимся, это вот будет паттерн наш, закрепление за нейронную сеть, что вот этот запах нам дает эту эмоцию. И мы тогда расслабимся, и нам не нужно будет в себя что-то запихивать. Мы уже это получили, мы уже это поглотили. Это, наверное, если кто-то работал с наркоманами, если у кого-то был такой опыт, с наркоманами, неважно, которые там через вену, через нос, там еще через что-то, это очень важный такой момент. И когда они пытаются получить эмоции, они знают, что они эмоцию быстрее получат, если они либо по вене пустят, либо если они вдохнут, потому что это быстрее идет к носу, то есть в голове у нас это есть. Когда мы начинаем получать эмоцию через еду, это очень долго переваривается. Почему мы начинаем, когда кушать, мы на какой-то период времени начинаем себя ругать? То есть мы уже сидим перед тарелкой, уже не доели еще, мы сидим перед тарелкой и начинаем себя ругать. Потому что мы это все сделали, у нас там еще не пошел процесс, а мы уже осознали, что мы сделали не то. И мы начинаем себя ругать, еще даже не убрав, не помыв за собой посуду. Но когда наркоманы это делают, у них сразу же идет это в мозговую деятельность, они не успевают очухаться. Ну, то есть там тоже глубокий достаточно процесс, я просто работала с ними одно время, вот, и я знаю, как это работает. И когда мы меняем вкусовые рецепторы на нюхательные, у нас это тоже, если мы сделаем раз, два, три, то у нас на максимум, на седьмой раз у нас нюх больше срабатывает, чем еда. Рецепторы на языке срабатывают меньше, чем уже мы начинаем там вдыхать. Если вы даже послушаете людей, которые, ну, более длительно, например, выходят на сухие дни, длительно, я считаю, более четырех дней, которые, да, то когда они чувствуют вот этот вот запах какой-либо, у них на каком-то периоде сухих дней возникает такое яркое желание, чтобы все нюхать, они начинают все нюхать, они начинают поглощать эмоции через запах, но так как они не понимают, так как их мозг еще не настроен, у них нет вот этой вот схемы еще, что такое, как запах ассоциируется с эмоциями, которые должны там тебе в результате выстрелить, поэтому это вот как бы сумбурно идет, это так же точно, как ребенок, которому даешь, он мороженое любит, да, а ему даешь ложку и мороженое, он не понимает, как через ложку есть это мороженое, и он вот, вот весь начинает, это то же самое с запахами, но если ты понимаешь, как идет этот процесс, то ты можешь через какой-то период просто понюхать что-то, вот, и ты насладился, то есть твой мозг насладился этой эмоцией, и тогда уже пошел другой процесс, потому что нужно очень понимать, что эмоция – это искусственно созданный аспект в нашем восприятии, а чувствование – это природный аспект, и мы всегда идем через искусственную эмоцию, чувствование мы оставляем, но потом мы очень многие не умеем чувствовать, но это тоже другая тема уже, более глубокая. Понятно, спасибо. Вообще, без эмоций можно ли существовать, по сути, или я просто иногда пытаюсь рассмотреть вот эту зависимость от эмоций, почему я так гонюсь за какой-то эмоцией, если она даже кажется прямо сладким-сладким, там, чудесным, либо вот у меня в жизни какой-то опыт появился, а потом почему-то вот эта шкала эмоций выросла до какого-то точки критической, и я пытаюсь, типа, то же самое опыт повторить, хотя если даже я осознаю, что это никогда невозможно. То есть я пытаюсь понять, можно ли это всё отпустить, вот эту вот вспышку, и продолжать жить в таком гармоничном состоянии, и переключить внимание на другие. Можно. Да, потому что, ещё раз повторюсь, что эмоция – это искусственно созданное для нас, для человека, чтобы мы могли критеризировать какие-то аспекты, а чувствование – это наш природный аспект, и до чувствования нам дойти очень сложно, мы очень туго чувствуем, нам проще какую-то эмоцию описать, чем чувствование, и как раз, если мы уже выходим на другой уровень аспекса, уже не на уровень эмоций, а уже мы идём на уровне чувствования, то эмоции нам не нужны, эмоции, они глубокие, они внутри нас, ой, чувствование, они глубокие, они внутри нас, чувствование, а эмоции всегда наружные, всегда поверхностные, но эмоции можно получить только после того, как мы научимся жить безоценочно, то есть чувствования, они не могут быть оценочными, они могут быть только через чувствование всего себя, А эмоции, они всегда оценочные. И вот только после того, когда мы убираем из своей жизни оценку, только после этого мы убираем важность всего происходящего. После важности мы сможем убирать уже все остальное. То есть это все идет поэтапно. И когда мы понимаем, какой этап идет за каким, тогда мы потихонечку от этого можем избавляться и уже приходим, чувствуем себя. Это уже другая плотность самого себя. Видимо, у меня пока еще разница не чувствует между чувствованием и эмоцией, то есть точных критерий объяснений для самого себя, что я наблюдаю под чувством. Но под чувством я понимаю просто сенсорное, телесное. Холодно, тепло, сжато, не сжато что-то в теле, допустим. Да, но это только маленький спектр, потому что когда мы говорим о чувствовании, там просто много всего. А мы, да, мы действительно их даже описать не можем, поэтому мы не умеем чувствовать. То есть чувство не только телесного, а имеется в виду вот... Как это там? И восприятие. Да. Восприятие. Да. Ну, возможно, возможно, какой-то этот... закрыто у меня, поэтому я и не осознаю, не понимаю до конца. Ну, то есть, что оценивать именно вот... Либо не обращал внимания, чтобы разобраться, разделить вот это все. Вот, что я могу тоже сейчас добавить немного, если вы не против, потому что послушала. Просто мы должны понимать, вот я, допустим, понимать, что за каждой зависимостью кроется та или иная заученная эмоция. То есть у нас есть какая-то зависимость, и за зависимостью кроется какая-то заученная эмоция. А вот эта эмоция как раз вызывает какую-то модель поведения. То есть это и есть опасность зависимости. То есть мы становимся зависимыми. То есть наркотически, алкогольно, материально, сексуально. То есть мы люди такие, но мы это не понимаем до конца. Я не слушала лекцию, конечно. Наверное, про это речь была, да? Ну, немножечко не про это, и вообще сексуальная зависимость. Сексуальной зависимости вообще у нас нет. Если что касаемо сексуального аспекта, это всегда про начало нового. Это когда не принятие себя. Но это тоже очень глубокая тема. Я думаю, что ее как бы в три минуты нам уложить смысла нет никакого. Иначе она будет неправильно понята, и смысл ее абсолютно теряется. Не, имеется в виду это гормональная зависимость. Можно ее по-любому назвать. Можно, то есть вот пищевая наша зависимость, она тоже ведь очень много зависит от того, от наших тоже гормонов внутренних. То есть я не могу сейчас тоже коротко все рассказать, как да что, да? Но чтобы, если мы хотим намеренно освободиться от всяких вот этих зависимостей, да, надо искренне каждому из нас просто посмотреть в свою истинную сущность. И посмотреть на… Ну опять же, что такое своя истинная сущность? Мы очень часто бравируем теми словами, которые мы даже понять не можем и которые не можем рассказать. Вот в этом наша проблема. Мы все время говорим про то, что потом, когда нас спрашивают, что это такое, а мы не можем рассказать, что такое наша сущность. Вот вы говорите, вот наша сущность, что это такое? Ну вот у каждого человека есть сущность, и она, как сказать, в глубине… Ну как подсознание, можно сказать, или теневая сторона. То есть она живет в голове, вы хотите сказать, да? В голове еще кто-то другой живет, помимо нас. Возможно, не просто в голове. Не могу объяснить словами. Вот в том-то и беда, что мы начинаем говорить то, что мы услышали в книжках, то, что мы услышали у кого-то. И нам показалось, что это действительно на сегодняшний день, ну как бы нормально, для нашего восприятия это нормально. И мы начинаем говорить, да, вот эта вот сущность, вот эти вот подселенцы, вот эти вот еще кто-то. А что это такое, рассказать не можем. Но мы начинаем в них верить, и мы никуда прийти-то не можем. Почему? Потому что мы начинаем верить в то, о чем мы не знаем. Ну, смотри, есть негативные программы тогда, есть позитивные программы. Туда можно... Ну вот я сразу же остановлю, да, чтобы просто дальше не продолжать это. Смотри, я всегда говорю, что пока мы не уйдем от безоценочного суждения, то есть безоценочное суждение, это путь к следующему этапу. Пока мы говорим о хорошо, плохо, холодно, горячо, там еще что-то, это всегда в этой плотности. В этой плотности мы с вами друг с другом уже столько наговорились, уже это не совсем интересно. Мы же хотим идти в другую плотность. Тогда нам нужно познавать другие моменты, другие аспекты. А если мы будем говорить, ну вот смотри, вот это вот так-то. Это же мы уже все проходили, как бы зачем это говорить, про хорошо или плохо. Это оценочное суждение. Как раз это не про хорошо и плохо, вы не дослушали просто. Я хотела сказать, их можно заменить продуктивными. То есть не оценивать, то есть что это хорошо, плохо, то есть что-то ожидать от этого, а просто сказать, это все продуктивно. То есть есть момент, когда мы не оцениваем, идем на результат какой-то, то есть продуктивность. Подождите, результат – это всегда ожидание. Ожидание – это всегда вера. Вера – это всегда оценка. То есть это всегда, если ты не дошел до своего результата, если ты не дошел до своей веры, во что ты верил, к тебе всегда вернется оценка, что ты плохо что-то сделал. И ты вернешься к оценочному суждению. То есть совершенно-совершенно без оценок и без эмоций можно жить, да? Да, на чувствовании. А что для… Жизнь происходит и без всякого нашего мнения или суждения. Оно и так происходит. Можно еще добавить. Вспомнил по поводу про чувствование. Меня в жизни пару раз переключало в другое состояние, которое, ну, я исходя из личного опыта, в состоянии, когда весь мир, мне кажется, вообще в другим. То есть мне стало вообще, ну, смешно вот эти, ну, поведение людей и так далее, оно вообще как бы в искаженном виде предоставляется. Вообще, ну, другая реальность. Естественно, это где-то на неделю выкидывало вот так, потом возвращало. И я не понимал, что это со мной происходило и так далее. Сейчас уже более как бы безоценочно, будем говорить, если я наблюдаю за всем этим процессом, пытаюсь понять, что происходит. Последние мысли были о том, что есть вот, если берем левое и правое полушария, и если как верим, что, ну, говорят, что там левое по логике и правое – это по интуиции, по творчеству. И я прихожу к пониманию, что, возможно, у меня просто энергия перетекала либо слева направо, либо наоборот. То есть вся действительная процесса, ну, нагрузка, когда чувствует мозг, что что-то я на левом, что-то не понимаю, обычно меня переключало в стрессовых ситуациях. И, видимо, чтобы снять нагрузку оттуда, он брал, резко переваливал меня туда, через творчество раскрывалось. И я вот это для себя пока так объясняю, этот процесс. Если в этом задуматься, то есть для логики нужно обязательно какое-то объяснение такое прямо фундаментальное, прямо понятное, или еще лучше, если покажешь, докажешь. А в творческой части, там, наоборот, оно как бы, ну, несовместимо. Где есть творчество, там не должна быть логика, потому что логически это не объяснить. А там есть просто, не знаю, как-то оно вот происходит, какое-то видение, не знаю, творение. И еще помню в детстве там тоже, когда рисовал, что-то там творил, потом, когда пришла логика, так скажем, она начала пытаться объяснить, что я за это получу, и так далее, оценки давать, ну, пытаться оценивать мое творчество. И тогда творчество у меня потухло. То есть оно нашло бессмысленное, как бы, в этом занятии, потому что там включилась логика. Ну, и как бы, даже вот хотел какую-то, типа, картину такую нарисовать, мозг, где одна половина видит через творчество, там, листьями обведенные, там, что-то такое. А вторая чисто там прямоугольники, такие жесткие там коды какие-нибудь, я не знаю, что-то такое. Может, абстракт какой-то такой. И подытожу. Я так понимаю, возможно, надо найти какую-то вот серединку, то есть оценивать ситуацию, где его нужно пропускать через логику, включать ум и конкретные процедуры сделать через логику, решить задачу, а где осознается, что здесь не надо понимания включать, просто включается, ну, другая часть, творческая, не знаю, возможно, говорят через сердечную, я потому что пока тоже не понимаю разницу, как его чувствовать, как его понимать. И там как бы выключить мозг в плане логики, имеется в виду, и просто отдаться к неизвестному, просто отдаться к тому, что разрешить себе какое-то чудо, разрешить себе просто побыть, ну, вне понимания вот этой логики. Такие вот рассуждения в последнее время еще были. Ну, кстати, я тебе могу сказать, что они абсолютно не беспочвенные, потому что мы с ребятами на марафоне депривации сна это обсуждаем, потому что когда ты депривируешь сон, и на определенном этапе депривации сна ты уже очень четко можешь ощутить, когда ты входишь в определенные процессы, ты уже можешь четко ощутить, что когда ты начинаешь вот эти вот подсыпания, которые я называю 15 плюс 5, да, мы с ребятами ставим будильник, когда у тебя ты начинаешь спать либо правым полушарием, либо левым полушарием, это действительно оно есть, и это просто нужно понимать, что с тобой происходит, и ты тогда это можешь очень четко ощущать. Это действительно так, да. Видите, все ответы в нас уже они есть. Мы просто клондайк, просто нам нужно понимать, где копать, чтобы сами себя не загоняли в одни и те же процессы, то есть мы очень часто ходим по одному и тому же замкнутому пути, то есть, а вот этот вот сказал, и мы пошли опять по нему, мы по нему уже ходили, и мы начинаем вновь, потому что нам очень сложно перейти на следующую спираль, на следующий этап, потому что как только мы проходим на следующую спираль, на следующий этап, то тогда для нас начинают открываться другие горизонты, они не всегда приемлемые для нас, они не всегда для нас хороши, потому что мы начинаем себя чувствовать в какой-то период времени просто отвратительно. И это действительно так. ну еще противоречия же рождаются сколько лет учили по режиму жить там надо вас только засыпать вас только просыпаться и считала что реально если ты не спишь это плохо если нет правильного и неправильного нет хорошего и плохого тогда все перестает быть ты идешь на доверие просто медитативно как в потоке живешь это то умом ты понимаешь а попробуй уговорить 97% своего подсознания и начинается вот такое то ты синхронно то твои мозговые излучения начинают тебе долбить а тут не уговорить тут уговорить то ведь не получится когда мы говорим про уговорить это значит что осознание не пришло мы начинаем себя уговаривать начинаем что-то еще делать нет осознания когда есть осознание что мы делаем тогда уже не нужно уговаривать это говорит про недоверие к самому себе ну вот я про это и говорю что есть доверие есть и недоверие оно же бесконечно меняется то есть ограничения есть неограничения и тогда ну как с этим вообще быть то есть чувство не эмоции то есть а как отделить вот это чувство эмоции ну смотри с тобой сейчас же я же не могу сказать как отделить да потому что чтобы вот это вот вообще сказать это нужно это же не за 5 минут делается то есть если бы это за 5 минут делалось я бы уже давно всем бы рассказала все бы уже отделили и пошли дальше следующим путем это же идет работа в первую очередь самой себя над самим собой то есть это работа тебя над тобой но чтобы ты начала работать над самой собой нужно тебя чтобы тебя направили к самой себе не моим путем чтобы тебя закольцевать на себе. А получается, что ты должна сама работать, чтобы мне тебя направить. И чтобы кого-то направить, это же должен быть процесс. Именно поэтому идут такие процессы, которые либо ты сам себя направляешь, смотришь, что твое, что не твое. Либо ты идешь вслед за тем человеком, который ты чувствуешь, что он тебя может направить на каком-то определенном этапе, не по жизни. Нет, я вообще не говорю про то, что ты вот пошел за кем-то, и все, и ты всю жизнь за ним идешь и идешь, и тебе его учение вкать. Может быть, конечно, и так, но ты настолько изменчив, ты настолько идешь вперед, что ты в каждый промежуток времени можешь обогнать даже того, кто тебя привел на определенную дистанцию, на определенный этап твоего уровня восприятия, твоей жизни. Но ты должен очень четко понимать, что как только мы начинаем, вот почему вот сейчас очень многие, одни говорят, читайте, читайте. Вот я очень много людей знаю, которые ездили по каким-то гуру, там вот какие-то у них были там просветления, пробуждения. Вот они 30 лет в каких-то потоках были. И вот я смотрю, я думаю, боже мой, это же вот такие, столько они всего познали, столько всего у них вот это вот знание. И вот за вот этим вот всем вот этим вот своим шифонером они не могут себя найти. Они не могут найти, в чем им удобно ходить. Вот этот модельер сказал одно, этот сказал другое. Тут мода в этом городе такая была, в этой стране такая была. И вот у них полный гардероб, вообще целая гардеробная всяких разных вещей, а они даже не знают, что им удобно просто там, не знаю, джинсы с дырками носить. И у нас в жизни точно так же происходит. Мы все время ездим за кем-то, но мы не понимаем о том, что каждый может кого-то направить на данном периоде, а остальное ты должен сам что-то вытащить, ты должен сам понять. Если ты с этим человеком не можешь к себе подкопаться, значит, это не твой человек. Если ты с этим человеком прошел там какой-то, не знаю, там, несколько эфиров там, или несколько встреч, несколько ретритов, один ретрит, и ты понял, что он тебя вывел на определенный этап, все, это может быть единоразово, а может быть нужно тебе несколько. Но если ты понимаешь, что ты после этого человека идешь к самому себе, то вот это самый главный фактор. Не потому, что ты идешь его путем, а потому, что ты начал, наконец-то, идти своим путем. И это самое важное, к чему мы идем, чтобы каждый начал идти своим путем. Ну да. А теперь в путь. Ребятки, если вы не против, я вас покину. Вообще ничего не знала. Я даже не знала, что я живу в автономии абсолютно. Когда я узнала, я была в шоке, что такие люди есть. Это просто, ну, это же естественный путь был. А когда я узнала, что таких людей много, я начала как бы к ним приближаться, их изучать, ездить к ним. Вот. И каждый пришел туда каким-то своим путем реально, интересным путем, необычным. Да. Ребят, я вас покину, я детей пойду укладывать. И либо до следующего четверга, либо, если получится, возможно, там как-то еще на неделе с вами увидимся. Я благодарю Автополстар, я благодарю Zoom, который приглашает меня раз в неделю. Я вас всех очень благодарю и за вопросы, и что были со мной. Мне с вами очень-очень приятно. Спасибо огромное.